В четвертьфинале чемпионата Европы 2004 года хозяйка турнира сборная Португалии обыграла сборную Англии в серии послематчевых фенальти. Большую роль в этой победе сыграли именно англичане, впрочем, как обычно. Но все же Эльдер Паштига со своим пижонским ударом сделал не менее весомый вклад. Ну и какой же топ пижонских пенальти мог бы обойтись без одного из лучших мастеров в этом деле Златана Ибрагимовича? Вы только посмотрите, как он радуется своему успеху. В полуфинале прошлого Кубка Конфедераций встречались сборная Испании и сборная Италии. Обе команды имели огромное количество моментов, но все же тот матч закончился без забитых голов. Серия пенальти началась довольно ярко. И Кондрево первым же ударом поиздевался над Кассилесом. К сожалению для Антонио итальянцы все же проиграли. Кондрево. Человек холодный, нет. Но нет ничего странного в том, что испанцы победили в той серии. Годом ранее в полуфинале Евро 2012 они также успешно пробивали пенальти вместе с португальцами. И самым ярким моментом той серии, безусловно, стал оппонентка в исполнении Серхио Рамоса. На том же Евро 2012 Италия тоже получила положительный опыт пробития пенальти, сумев обыграть в серии 11-метровых сборную Англии. И снова лучшим моментом тогда стала Паненко. На этот раз в исполнении Пирло. И снова сборная Италии и клянемся это точно в последний раз. В полуфинале Евро 2000 Итальянцы обыграли, кто бы мог подумать в серии пенальти, сборную Голландии. Автором Паненки тогда стал Франческо Тотти. Ну и сейчас вы начнете винить нас в необъективности или же просто назовете Глорами Реала. На четвертом месте у нас Паненко в исполнении Месси, которую сам создатель назвал лучшей в истории. Но мы все же считаем, что есть и более достойная. Голландии Тройку лучших, по нашему мнению, открывает Джузеппе Маскара и его издевательский и истинно пижонский удар в матче против Миланского Интера. Паненко В 2010-м Себастьян Абрео исполнил идеальную паненку в серии пенальти против сборной Ганны и вывел свою команду в полуфинал Чемпионата Мира. ВАМОС АРИБАЛА СЕЛЕСТА Мы идем по Уругваю. Полуфинал Уругвая-Нидерланды. Это был фантастический матч по накалу, по эмоциям и вообще потому, что происходило на поле в концовке дополнительного времени и во время серии послематчевых пенальти. Но даже предыдущая паненка не может сравниться с той, которая была исполнена в финале Чемпионата Мира. Динадин Зидан в 2006-м продемонстрировал потрясающее хладнокровие и красиво переиграл Буфона. К сожалению, этого хладнокровия ему до конца игры не хватило. И это были лучшие пенальти в стиле паненки по нашему мнению. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какая паненка вам понравилась больше всего. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте и посетить baddefismaster.ru, чтобы получить бесплатные прогнозы.